Здравствуйте, уважаемые друзья! Итак, тема ролика Горчаков и конфликт в Израиле 2023. Казалось, какое имеет отношение Горчаков, министр иностранного дела Российской империи в 19 веке к современному конфликту в Израиле? Самое прямое. Вот есть термин исторического контрразведка, который я ввел некоторый период времени назад. Но вот кратко поясню. И так был триумф русских войск в войне 1877-1878 годов. На Балканах мы победили и на Кавказе. Освободили Западную Армению, 6 армянских провинций. Там должны были остаться русские войска и должны были остаться в Болгарии и Румынии. Все класс! Все это подписал в Сан-Стефанском договоре наш великий дипломат Николай Игнатьев. Но через полгода состоялся Берлинский конгресс, где все успехи Игнатьева слил канцлер Горчаков. Вот это принципиально важно. И Армению слил, и слил Балканы. Дальше еще, помимо этого, в соответствии с берлинским решением конгресса, Кипр переходит во владение Англии. Представляете, Англия вообще не воевала. Получила Кипр. И вот отсюда мы выходим на события 7 октября 2023 года. Когда дельтапланиристы захватывали израильские военные базы. Значит, специальные авиадесантные службы Великобритании. Там три базы на Кипре. Это военно-воздушная, военно-морская и радиотехническая разведки. Но с 882 года они начали формировать систему сдержек, противовесов и конфликтов на Ближнем Востоке, прежде всего на территории Палестины. Создали организации братьев-мусульман, из которых выросла Хамас. И одновременно стали стимулировать еврейских переселенцев, потому что это все было Османской империей. Они хотели ее разрушить. Но основу, базу создал канцлер Горчаков. Остров Кипр передал англичанам. Наверное, они его как-то отблагодарили со временем. Спасибо за внимание.